Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи Сергей Инслайдер и вы на канале Инслайдер Мьюзик. Сегодня у нас реакции по вашим рекомендациям. И сегодня мы с вами будем смотреть такие интересные видосы, где раскрывают нам всё самое просто интересное, самое невероятное. В общем, смотреть будем видео, где нам говорят про знаки, про отсылки, про всякие различные моменты в клипах на песне шамана «Я русский» и «Вороны мои». Так что усаживайтесь поудобнее, разворачивайте видео на полный экран, нажимайте вместе со мной кнопочку play, а мы начинаем. Погнали! Начнём мы с вами с видео «Что скрывается за патриотизмом? Секрет успеха шамана» и жуткие отсылки в его новом клипе «Я русский». Поехали! Приветствую вас на канале StarLife TV. В этом видео я расскажу о том, что скрывается за патриотическим клипом шамана «Я русский». 22 июля 2022 года состоялась премьера клипа Ярослава Дронова, известного под псевдонимом «Шаман» на песню «Я русский». Вот уже неделю ролик занимает первую позицию трендов Ютуба, а число его просмотров за это время превысило 5 миллионов. Новое творение, стремительно набирающего популярность исполнителя, позиционируется как патриотическая песня. На фоне нынешней политической ситуации в мире многие восприняли её как гимн русского народа. На деле же клип шамана переполнен символикой иллюминатов и скрытыми отсылками, а цель его далеко не самая благородная. Ярослав Дронов начал свою музыкальную карьеру с раннего детства. Вся его семья занималась музыкой, а потому впервые мальчик вышел на сцену уже в 4 года. В 2013 году Ярослав принял участие в третьем сезоне проекта «Фактора», где стал объектом повышенного внимания со стороны Аллы Пугачёвой. Парень занял третье место и получил специальный приз от Примадонны. В 2014 году шаман участвовал в третьем сезоне шоу «Голос» и занял там второе место. Начиная с 2020 года Ярослав Дронов выступает под сценическим псевдонимом «Шаман». Согласно определению, шаман — это человек, способный в состоянии транса общаться с духами и душами умерших. В интервью для YouTube-канала «Алёна Блин» Дронов рассказал о выборе своего псевдонима. По словам артиста, во время выступления на сцене в него словно вселяется некая сущность, природа которой чужда человеческой. Когда я работаю на сцене, выступаю, даю концерты, из меня выходит такая некая сущность, энергия, которая просто всё на своём пути сносит и которой никак не подходит человеческое имя. Чуть позже Ярослав признался, что это состояние похоже на раздвоение личности. Это похоже, конечно, на раздвоение личности, но я держу это под контролем. О подобном явлении не раз говорили многие российские и западные знаменитости. Находясь на сцене, они словно становятся одержимыми, а власть и контроль над их телами получает неведомая сила. Шаман утверждает, что пишет слова и музыку к своим песням самостоятельно. Он признаётся, что делает это, подключаясь к некоему информационному полю. То есть песни просто приходят к нему в готовом виде. Я, скажем так, не я пишу эти песни. Мне как-то вот приходят они, я не могу объяснить, как я это делаю. Вот он мне как сверху даст в голову информацию, я сразу её и зафиксирую, и запишу. При этом Ярослав говорит, что именно Бог помогает ему заниматься творчеством и является тем самым духом, выдающим готовые шедевры. Как бы ты описал своего духа, который проводится? Его не надо описывать, это Бог. Исходя из всего услышанного, возникает большой вопрос, к чему именно подключается шаман и кого называет Богом. Сценический образ Ярослава Дронова полностью соответствует его псевдониму. Перед зрителями он чаще всего появляется во всём чёрном. Неотъемлемым атрибутом артиста являются дреды. Дронов говорит, что сам тщательно продумывал свой образ, в котором нет ни одной случайной детали. То есть ты всё это продумывал? Обязательно, обязательно, конечно. Нет, нет ни одной случайной детали. При всём этом шаман называет себя верующим православным человеком. Я православный человек, и мне, в общем-то, этого достаточно. На груди артист носит большой деревянный крест, совсем не похожий на православный. Свой выбор он объясняет очень просто. Почему нет? Это же свобода выбора креста. Ещё одним интересным моментом интервью с шаманом стали его слова о скрытых подтекстах в его творчестве. Артист говорит, что в каждой его песне присутствует второй смысловой ряд, в котором он затрагивает тему Бога. Во всех моих песнях есть какая-то строчка, или намёк, или второй слой про Бога. Потому что я считаю, что именно в этом секрет моего творчества. Таким образом, Ярослав сам признаётся в том, что любое его творение не такое простое, каким кажется с первого взгляда. Настоящая популярность пришла к шаману зимой 2022 года, когда он начал сотрудничать с Виктором Дробышем. 23 февраля Дронов разместил на своём YouTube-канале песню под названием «Встанем». В ней говорится о подвиге наших предков во время Великой Отечественной войны, за память которых мы должны встать сейчас. По счастливой случайности, а именно так объясняет это шаман, его новая песня вышла за день до начала так называемой спецоперации на территории Украины и стала актуальной. По факту же никаких случайностей не было, и всё было спланировано заранее. Новая песня шамана «Я русский» также позиционируется как патриотический гимн. В комментариях к клипу можно найти множество восторженных отзывов от представителей разных поколений. Люди говорят о том, что эта песня объединяет и способствует формированию чувства гордости за свою страну. Кроме того, зрителей радует тот факт, что творчество молодых исполнителей обрело смысл. С одной стороны, это действительно так, и песни шамана на фоне Моргенштерна, Инстасамки и других подобных исполнителей кажутся правильными и глубокими. Однако по факту под видом патриотизма в подсознание зрителей закладываются и другие, не самые добрые идеи. На первых секундах клипа шаман показывается идущим среди бескрайнего поля колосьев. В глаза бросается мрачное хмурое небо, которое совсем не внушает радости. Смысл данной локации станет понятен чуть позже. Певец останавливается и целует свой крест, после чего картинка резко меняется. В кадре начинается настоящее беснование. Шаман, одетый в чёрное, стоит перед зрительным залом. Дреды певца то и дело прикрывают один его глаз, подчёркивая тем самым символизм всевидящего ока. Практически непрерывно кто-то из толпы держит поднятую вверх руку, пальцы которой сложены в жест рога дьявола. Таким образом, так называемая коза постоянно присутствует в кадре. Периодически люди, стоящие около сцены, демонстрируют и другие жесты. Зрители, яростно рукоплескающие своему кумиру, одеты во всё чёрное. Среди всего этого мрака в окружении известных жестов развиваются российские флаги. Всё это никак не вяжется со словами гордости за Россию. Следующие кадры клипа напоминают явление Антихриста. Мы видим двери, с которой исходит яркий свет. По обеим сторонам от двери стоят люди, которые тянут к свету свои руки. У каждого из них можно увидеть чёрные браслеты, что может давать отсылку к электронному концлагерю и тотальному контролю. Девушка из толпы размахивает красным сердцем, которое на определённых моментах выделяется на фоне яркого света. Имя Люцифера переводится как «Несущий свет», а сам он прикрывается тем, что несёт в мир любовь. Таким образом, мы видим, что люди ждут появления Антихриста, приняв его за своего спасителя. В роли его выступает шаман, который вскоре появляется из светящейся двери. В клипе присутствуют и отсылки к теории о нереальности нашего мира. Локация в виде бескрайнего поля символизирует загрузочную программу, в которой шаман моделирует свою реальность. В ней он находится совершенно один. На некоторых моментах движения певца среди поля повторяют его движения на сцене перед зрителями. Особенно хорошо это заметно, когда артист падает спиной назад в зрительный зал. Таким образом показано, как пересекаются две его реальности. Самой же символичной является концовка клипа. Она может программировать на инопланетное вторжение, которое планируют разыграть иллюминаты. Сначала показывается космический корабль, который парит над планетой, похожей на Землю. По форме он напоминает планету Сатурн, что дает отсылку к культу поклонения темным силам. Пришельцы настраиваются на волну Земли, словно выбирая ее своей целью. Вскоре мы видим рептилоидов, отплясывающих под песню шамана. Таким образом, людей снова приучают к мысли о том, что инопланетяне, за которыми могут скрываться демонические сущности, милые и безобидные. Сама по себе песня шамана «Я русский» действительно способствует сплочению русского народа. Однако важно объединяться не только жителям одной страны, но и людям всего мира. Песня «Я русский» в глобальном смысле, наоборот, разделяет людей. У иностранцев она вызывает негодование, а русские, слушая ее, противопоставляют себя остальному миру. Таким образом, прекрасно работает принцип «разделяй и властвуй». Важно помнить, что любая война — это игра элит, которая осуществляется руками простого народа и не нужна ему. Единственная ее цель — это сбор Гаваха. В своих интервью шаман говорит, что осознает ответственность за информацию, которую он несет людям. Я прекрасно понимаю ответственность. Кроме того, певец признается, что музыка оказывает огромное влияние на сознание человека. Поэтому мы влияем на души людей, на психику людей, настраиваем их на определенное, скажем так, позитивное, я надеюсь, настроение. С учетом того, что Ярослав Дронов самостоятельно создает свои творения, в том числе и сюжеты клипов, можно сделать вывод, что он осознанно выбрал свой путь и предпочел работать на систему. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки! Это что за дичь вообще? Что я сейчас услышал? Это что за хрень какая-то? Ладно, об этом мы поговорим в конце. Давайте смотреть про символику и жуткое послание для России в новом клипе «Шамана». Поехали! Приветствую вас на канале StarLifeTV! В этом видео я расскажу о символике и жутком послании для России в реверсе в новом клипе «Шамана» «Вороны мои». 10 ноября 2022 года состоялась премьера клипа Ярослава Дронова, известного под псевдонимом «Шаман» на песню «Вороны мои». Ролик сразу же попал в тренды Ютуба и всего за три дня набрал более полутора миллионов просмотров. Поклонники восприняли новое творение артиста как очередную патриотическую песню. По факту же мрачный темный клип буквально переполнен известной символикой. Кроме того, в ролике присутствуют моменты, намекающие на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. При прослушивании оно оказалось довольно жутким и, возможно, пророческим. Режиссером-постановщиком нового клипа «Шамана» выступила Алина Верипя. Текст к песне «Вороны» Май Дронов написал самостоятельно. Это означает, что именно он вложил соответствующий смысл в реверс. «Шаман» лично работал над сценарием к видео, а также являлся его креативным продюсером. В содержании своей работы певец комментирует следующим образом. «Родные, я верю, что в душе любого человека есть воин света, которого постоянно одолевают силы тьмы, зловещие черные вороны наших грехов, разочарований и обид. Борьба добра и зла внутри нас продолжается всю жизнь, и каждый наш поступок, каждая мысль может решить исход этой вечной битвы. Бывают времена, когда кажется, что ночь длиннее дня, а мир вот-вот погрузится во тьму. Но что бы ни происходило, и каким бы сильным ни было зло вокруг, добро обязательно победит. Добро всегда побеждает. Слова эти действительно правильные, Вот только после просмотра клипа создается прямо противоположное ощущение. Мрачный видеоряд никак не ассоциируется с победой добра над злом. Не случайно подобран и момент выхода клипа. Именно 10 ноября началось отступление России из Херсона. Таким образом, своим клипом дронов показывает, что жизни русских солдат якобы отданы во имя добра и правого дела. На первых секундах клипа в кадре появляется могильный крест на фоне хмурого неба. Следом мы видим лес, утопающий в тумане. Туман является символом неопределенности и силы, которая путает и скрывает истину от наблюдателя. Он также считается знаком присутствия потусторонних дьявольских сил. Камера перемещается в лесную чащу, где на засохшем дереве сидит черный ворон. Эта птица олицетворяет силы тьмы, о чем говорит и сам шаман в описании к клипу. Иногда с черным вороном ассоциируется сам дьявол. Ворон слетает с дерева и приземляется на торчащий из земли меч. Воткнутый меч означает окончание битвы. Тот факт, что на нем сидит черный ворон, показывает, что за любой войной стоят темные силы, в жертву которым приносятся человеческие жизни. Сами же люди искренне считают, что сражаются за правду, не замечая при этом своего истинного врага. Ворон показывается крупным планом, а затем его изображение резко сменяется на лицо шамана. Он открывает глаза, после чего камера начинает медленно отдаляться. Артист предстает в непривычном для себя образе. На его голове совсем нет волос, а испачканное землей лицо покрыто густой растительностью. Когда камера отдаляется, становится видно, что из земли торчит лишь одна голова Дронова. Этот момент дает отсылку к сказке Пушкина «Руслан и Людмила», одним из персонажей которой является огромная говорящая голова. По сюжету сказки она принадлежала Витязю, обманутому родным братом. Злодей подкрался к богатырю сзади и отсек ему голову. После этого жестокий колдун задержал в ней дух жизни, перенес побежденного брата в степь и заставил сторожить зловещий меч. Голова была обречена вести бесцельное существование, которое поддерживалось лишь желанием мести. В самом конце клипа мы видим десятки таких голов, которые торчат из земли. Вероятно, что они принадлежат воинам, погибшим на поле боя. Все они были обмануты и отправлены на верную смерть, став жертвами тех, кто играет ими, словно шахматными фигурами. Далее в клипе Дронов открывает рот, из которого вылетает стая черных воронов. Это показывает, что силы зла находятся внутри него и полностью его контролируют. Тут же шаман уже в привычном обличии отмахивается от летающих вокруг него птиц. Если присмотреться к движениям артиста, можно увидеть, что сначала он действительно закрывается и пытается отогнать воронов. Он словно противится злу и пытается бороться с ним. В конце же Дронов разводит руки в стороны и просто кружится вместе с птицами. Создается ощущение, что он покорился темным силам и слился с ними воедино. На следующих кадрах мы видим события, которые предшествовали всему показанному ранее. Ярослав в образе рыцаря идет по лесу с торчащими из груди стрелами. Он осознает, что это последние минуты его жизни. Рядом с воином нет живых людей, а потому он вынужден умирать в полном одиночестве. Несмотря на то, что действие клипа происходит в глубокой древности, все показанное применимо и к нынешней ситуации в мире. Наши солдаты точно так же погибают на чужой земле, сражаясь за интересы тех, кто никогда лично не выйдет на поле боя. Во время припева вновь показывается шаман, кружащийся вместе с воронами посреди леса. Он двигается так, словно одержим демонами. Воин в это время падает на колени и закрывает глаза. Перед ним мелькают кадры прошедшей битвы, в которой люди безжалостно расправлялись друг с другом. Возможно, что только на пороге смерти рыцарь понял всю бессмысленность этой борьбы. Далее шаман в образе рыцаря падает на землю и умирает. Камера приближается к его лицу, оставляя в кадре один глаз, символ всевидящего ока. В своем интервью для «Комсомольской правды», которое состоялось вскоре после премьеры клипа, Ярослав Дронов сказал, что сложнее всего было отснять именно этот кадр. «Мы сделали около 20 дублей, и только один, тринадцатый, был самым удачным. Нам удалось добиться именно этого взгляда, как у мертвой рыбы». Таким образом, в своем интервью шаман словно невзначай делает акцент на любимом числе иллюминатов. Самой символичной является концовка клипа, которую многие почему-то воспринимают как победу добра над злом. С рукоятки меча слетает черный ворон, показывая тем самым, что это оружие дьявола. Сразу после этого Дронов в своем привычном облике вынимает из земли меч. Одетый во все черное, он идет по лесу в сторону тумана. В какой-то момент камера показывает его лицо крупным планом. Глаза артиста подсвечиваются, что свойственно вампирам и демоническим сущностям. Спустя пару секунд за спиной шамана появляются крылья, а сам он делает прыжок вверх. Певец комментирует этот момент следующим образом. «В конце клипа я, как потомок этого воина, принял эстафету, взял в руки меч-кладенец. На моей шее находится крест предка, который передавался из поколения в поколение. И вот я стал ангелом света. Это видно по белым крыльям. И полетел вершить дела праведные. Вот только одетый во все черное шаман с оружием в руках никак не ассоциируется с ангелом света, даже несмотря на его белые крылья. Скорее он напоминает Люцифера, скрывающего свою истинную сущность под личиной добра. Помимо всего перечисленного, в клипе присутствовали моменты с обратной перемоткой пленки, что указывает на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. При прослушивании песни шамана «Вороны мои в обратную сторону» нам удалось разобрать следующее. Для удобства музыка отделена от слов. «Вороны мои вороны» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, дорогие друзья Дорогие друзья мои, родные мои, дорогие друзья Что я сейчас услышал, это вообще непонятно Что я сейчас посмотрел, это какая-то, на мой взгляд, дичь просто Во-первых, выскажу самое первое Я не понимаю такой контент Вот я не понимаю Может быть, я не прав Это моя точка зрения Я никому ее не навязываю Но Я считаю, что это из пальцев высосанный контент Просто якобы контент Во-первых, тут даже Говорится не человеческим голосом То есть это обработка Мне почему-то кажется, что Говорит, как вот, знаете, переводчик разговаривает Какая-то Алиса там, Маруся там, кто там еще То есть Либо просто записан голос Сделана обработка, чтобы голос был неузнаваем То есть закос под какое-то, не знаю, искусственное произношение Конечно, хоть отчасти все это записано ровно Именно в произношении Но Я не верю, что это записывал человек Прям не верю И это искусственный какой-то контент Просто Я еще раз повторюсь Никому не навязываю свое мнение Оно сугубо личное Ваше дело либо согласиться Либо не согласиться В принципе, вы можете об этом написать в комментариях Но я считаю, что это просто Ну, глупый контент Искусственный То есть нету контакта Если это даже блогер Нету с ним контакта никакого То есть есть блогеры, которые записывают видео Вставляя видеоряд И при этом они рассказывают Ну, допустим, возьмем каналы Где рассказывают там Какие-то исторические факты Про там, допустим, танки Какую-то технику Какое-то вооружение Там исторические события И так далее То есть там человек рассказывает С им голосом И это слышно А теперь давайте порассуждаем Немного о том Что мы сейчас увидели и услышали Во-первых, не будем углубляться в политику В этом не вижу никакого смысла И я не думаю, что эти песни Как-то связаны с политикой Как тут нам рассказывают Но есть то, о чем бы я хотел высказаться Я видел много различных видео Где обсуждают, допустим, знаки тела Допустим, знаки в том или ином видео Но это не касаемо то, что мы сейчас увидели А в других там концертах В каком-то концерте Киркорова Я видел вот такие обзоры Но я считаю, что это какая-то из пальцев Высаданная информация Просто это надо сидеть Вот так вот И присматриваться ко всему Искать в чем-то Какие-то знаки Какие-то послания Предпосылки То есть если Ко всему этому вот так вот Можно любой клип взять Любую песню взять И сидеть вот так вот Что-то в этом да выискивать Какие же тут знаки Какие тут эти Тут что про песню Я русский Что про песню Вороны мои Постоянно говорят О символике Люцифера О символике Всевидящего ока О смерти А так далее и тому подобное Ну если даже Ну я в это не верю Я вот в эту фигню Вообще не верю Если даже Представить Что это допустим так Но я себе вообще Не могу представить Что допустим Сидит Шаман Придумывает песню Допустим Даже если в ней Есть смысл Как он говорит Что в каждой второй строчке Есть отсылка К богу Да Допустим Это так Но я не думаю Что когда он записал Песню Потом Так Нам надо снять клип Давайте-ка Вот здесь мы покажем Вот это Это значит Символика Козы Там Символика Дьявола Давайте здесь мы покажем Сердечко А вот здесь Я захожу В светящийся проем Это значит Приход Вот такого-то Такого-то А здесь вот девушка Моргнет А здесь вот у меня Прикрыт глаз Значит Светящийся Око И так далее И тому подобное То есть я не думаю Что до таких мелочей Прям до такой Ну Я извиняюсь за выражение Дичи Сидеть продумывать Свои клипы Свои произведения И так далее Ну Это какая-то Это просто Вот Когда я смотрел И делал реакцию На песню Я русский Я показал там Вот так То есть Я как человек Слушающий рок Я человек Играющий Тяжелую музыку Исполнял И пел песни В тяжелых стилях С экстремальным вокалом Естественно Все рокеры Показывают Такой знак Если углубиться Если там Почитать Кучу всего То это вообще Никак Не относится К тому О чем нам Здесь пытаются Говорить И мне писали Под комментарием Что вот Ярослав Целует крест А я Такой нехороший Показываю Козу Символику Сатаны Символику Дьявола Слушайте Да можно даже В любом Клипе И в любом Концерте Найти что-то подобное Если Как говорится Хочется придраться Прям Докопайся До чего угодно Ой Я считаю Что это просто Вообще Какая-то Непонятная Фигня И кстати Под какими-то Видео Где я делал Реакцию на Шамана Буквально Последними Там писали Типа Смотрите канал Starline Ой Starlife Сейчас как раз То что мы смотрели Блин Да что тут смотреть Ну что Здесь Да даже смотреть Не на что Ну что Нам покажут Отрывки какие-то И об этом Нам рассказывают Да Я не верю В это Что Какие-то Символики Какие-то Отсылки к чему-то Там Отсылка к смерти Это как-то Просто сейчас Это Все Можно к чему-то Прикопаться И все Это Можно связать С тем Что происходит В мире Проведение СВО Приписать сюда Политику Приписать сюда То 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 Да Можно В какие-то факты Можно поверить Допустим Там Интересный был Такой момент Где у Ярослава Торчит из земли Одна голова И это Было Приписание Какой-то Сказки Да Это еще Можно Как бы Но Меня убило То что Привязали Момент К Отходу Наших войск Из Херсона Ну Это Просто Какая-то Это вообще Дичь Просто Я не знаю Как до этого Можно додуматься И Еще Меня Убивает Контент Где Начинают Типа Тайное Послание Заложенное В песне Мы перевернем Песню Прослушаем Ее Задом Наперед И Там Тайное Послание Откуда-то Оттуда Да Если просто Взять набор Текста И перевести Его Задом Наперед Там Можно И самое Главное Что Не дают Послушать Услышать Вот сначала Бы Дали Прослушать А потом Бы допустим Написали Что Вы Допустим Услышали Да И допустим В следующем Выпуске Уже Сделать Эту же Запись Только Уже Вставляя Слова Которые Якобы Услышал Автор Здесь же Сразу Идет Давление На Голову На мозг На подсознание То есть Когда ты читаешь То есть Ты пытаешься Услышать Что же Заложено В перевернутой Записи И тебе Сразу же Идет текст И ты его Читаешь И естественно Ты слышишь То Что Ты прочитал То есть Мозг работает Так Ты читаешь Одновременно Ты понимаешь Что ты Это слово Услышал И Это самое глупое Ты Допустим Сейчас Я не буду смотреть Я переслушаю Так В итоге Ты слышишь То что ты Прочитал Потому что Ты запомнил В голове Что-то Доотложилось И ты Соответственно Пытаешься Слышать Точнее Ты слышишь То что Ты уже Допустим Прочитал Я считаю Это вообще Бесполезная Трата времени Бесполезная Работа Может быть Что-то в этом и есть Я в это не верю Как я уже говорил Еще я как-то видел Видео Где Разбирали Язык тела В клипе Я русский Да С этим Может быть А где ты мог бы Согласиться Если бы я опять же В это верил Все-таки Не зря говорят Что Тело Может Что-то Сказать Движение Все это Может о чем-то Говорить Но опять же Сидеть Рассматривать Выстраивать Какие-то линии Какие-то Пересечения И говорить о том Что вот эти Жесты Показывают Это Вот это Показывают Это А вот это Вот это Ну Может быть В этом что-то И есть Специалистов У нас Очень много В разных Областях И Кто-то Может в это И верит Кто-то Может быть Нет Так что Дорогие друзья Самое главное Вы скажите В комментариях Что вы думаете По этому поводу Но Мой вердикт Мой вердикт Во-первых По вот этим Двум видео Как я говорил В самом начале Это Высосанный Из пальца Контент Просто Сидит человек Высматривает То То что Нужно Чтобы там Отсылки к смерти Дьявол Сатана Призыв Там Инопланетяне На нас нападут И так далее Тому подобное Там Ворон сидит Не так Ворон смотрит Не так Приближение Ворон Это значит Вот это А вот Он там идет В доспехах Там он падает Глаза у него Там вот такие Приближения То есть Ну Это Просто докапываться До мелочей И Пытаться Это связать С чем-то Это Это я так считаю Также Когда Мы берем Ну вот Есть такая Манера у людей Зацепиться За слова Выдергивать слова Из контекста То есть Здесь брали Отрывки Из интервью И соответственно Цеплялись За них То есть Как он сказал Что он сказал По поводу того Что Сказали Что якобы Ярослав Придумает песни Не сам Ну Имеется ввиду Что откуда-то Оттуда Ему приходит Уже готовая песня То есть Типа Он Какой-то Не такой Да Типа Посланник Откуда-то По мнению Того Я так понимаю Исходя из того Что я тут Сейчас Услышал И увидел Я Ну На своем Примере Могу сказать То же самое Я тоже Бывает Сижу Либо я работаю Либо занимаюсь Какими-то делами Либо еду в машине У меня в голове Играет Песня Готовая песня С текстом Уже Все Я уже Готовый Формат У себя В голове Проигрываю Слушаю В общем Ну Как бы Это нормально Я считаю Только Ярослав Может из головы Перенести Тоже Фортепиано В какую-то Табулатуру В мелодию Я к сожалению Пока этого делать Не умею Но Стремлюсь И я считаю Что это нормально Просто Когда у человека Рождается песня В голове Уже целиком Значит Значит просто Ну Это человек Талантлив Я считаю Так Потому что Просто так Ничего не бывает Поэтому Друзья Я в шоке Как такой Контент Снимают Как И люди Живы В это Верят Люди Живы В это Верят Самое Страшное И я думаю Какие-то Послания Оттуда Откуда Какие-то Библейские Моменты Какие-то Моменты С политики Какие-то моменты Сейчас Касаемо СОО Я думаю Это вообще Просто До свидания В общем Дорогие друзья Мне интересно Ваше мнение По этому поводу Что вы думаете От услышанного И увиденного Я знаю На то Что я делаю Вам интересно Моё мнение Вам интересен Формат видео Который Я создаю Спасибо вам За это большое К сожалению Я должен был Сказать это В начале Но скажу Это сейчас Если вы досмотрели До этого момента Извините Что видео Не вышло Вчера Потому что Компьютер По каким-то причинам Просто отказался Монтировать Программа Вылетала И В общем Мне было Непонятно Это явление Поэтому Расписание Вы можете увидеть На стене Вконтакте В группе И Также В сообществе На Ютуб Канале Так что Следите за новостями Не пропускайте Расписание Будет обновляться Мгновенно Как только Будет какая-то Новая информация Ну а у меня В принципе На этом все Я вроде бы Сказал все Что хотел Что еще добавить Не знаю Но повторюсь Еще раз Для меня Это просто Какое-то Немыслимое Набор Информации Скомканный Вот так Вот так Всю информацию Понабрали Скомкали В один комочек И такие На Вот это К этой песне По-любому подходит Потому что Это здесь Вот это 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 Ой Мне просто Мне просто Не хватает Эмоций Вообще Комментировать Это все Я даже Не знаю Вердикт Остается за вами Дорогие друзья Если вам понравилось Данное видео И вы хотите Со мной что-то еще Посмотреть Или что-то еще Послушать Обязательно Оставляйте ссылки В комментариях Я все комментарии Вижу Все комментарии Читаю И на все Комментарии Отвечаю Также не забудьте Подписаться на канал Нажать на колокольчик Оставить Комментарий Поставить Лайк И соответственно Расскажите О нашем канале Своим друзьям С вами был Сергей Инслайдер До новых встреч Пока-пока Берегите себя Увидимся Ой стойте Я же вспомнил Я же тут сделал Жест свой Любимый И вспомнил Что И ко мне Применяли Подобную Информацию В каком-то Видео Точнее Под каким-то Видео Был комментарий О том Что Я Делаю Вот так Это значит Я подставляю Пальцы И типа В выстрел Да Ну Это же бред Я просто делаю Такой жест Вообще-то Так делают Отдают Ну у нас так Отдают честь А где-то Отдают вот так Вот честь А Сейчас опять Меня припишут Куда-то Ладно Все Всем пока-пока До новых встреч Увидимся Субтитры